У меня был еще такой совсем юный тикток Миллион просмотров, два миллиона, три Это вершина моей тиктоковской карьеры Привет! Сегодня я вам расскажу про мое видео, которое набрало в тиктоке аж 15 миллионов просмотров И поделюсь с вами некоторыми фишечками, чтобы вы могли сделать так же Меня зовут Марина Амар и в марте этого года я опубликовала в своем тиктоке видео, где я рассказываю, как я испортила кроссовки На тот момент у меня был еще такой совсем юный тикток, там было 300 тысяч подписчиков И буквально пару видео, которые реально залетели Поэтому я совсем не ожидала, что ролик начнет так быстро набирать Давайте его посмотрим Все началось с того, что я увидела эти кроссовки, влюбилась в них и решила, что смогу сделать такие самостоятельно Решила найти похожие в магазине, сняла с них шнурки и заклеила их обычным малярным скотчем, чтобы не попала краска Затем я приступила к покраске платформы, я это делала с помощью аэрозольной краски, баллончика на балконе Было безумно холодно и вроде все получалось неплохо Все получалось ужасно Все получалось с самого начала плохо, потому что Первое. Я красила баллончиком на балконе при минусовой температуре Уже потом я узнала, что баллончиком при минусовой температуре вообще не стоит работать Второе. Я застелила поверхность газетами И что же я делала? Я красила этот кроссовок и ставила его на газету Соответственно, вся газета просто прилипла к этой свежей краске И мне потом сверху приходилось красить прямо по газете И почему-то я делала это все не в несколько слоев, а хотела все закрасить одним слоем Поэтому получилось супер неаккуратно До тех пор, пока я не стала трогать руками эти кроссовки И краска вся не смазалась, но вроде как несколькими слоями краски это удалось перекрыть Я сняла весь скотч Затем наметила очертания будущих смайликов Посмотрите, какое классное поспособление Дальше я занялась шнуровкой Эти классные желтые шнурки я заказала отдельно Смайлики я решила нарисовать маркерами, которые незадолго до этого заказала на Алике Качество у них, откровенно говоря, не очень Поэтому мне пришлось сделать миллион слоев, прежде чем краска нормально покрыла кроссовки Я думала, что эти маркеры заменят мне маркеры поска Я очень хотела маркеры поска, но у меня не было ни денег Я решила заказать что-то похожее с Алика И они реально по качеству были ужасные Мне все-таки пришлось купить нормальные маркеры поска Но, как вы помните вначале, я сказала, что я испортила кроссовки И вы спросите меня, Марина, почему же ты их испортила? Ведь такой офигенный результат! Действительно, я тоже так думала Я наделала кучу классных фоток Фоточки шикарные, заходите ко мне в инстаграм Я там это все публикую Потом произошло вот это, я не знаю, что делать Поэтому я считаю, что... Я испортила кроссовки Зацикленный видос, да? Поняли? Поняли? Зацикленный видос! Я уверена на 100% что этот видос залетел Так круто, потому что Я использовала вот этот вот классный прием В начале, где Я создала интригу, причем еще такая тема Испортила кроссовки И, в общем-то, я их красила достаточно долго Я их красила несколько дней, но при этом я супердинамично все это смонтировала И рассказала историю Люди очень любят, когда кто-то рассказывает истории Это я уже все потом, на самом деле, проанализировала Как только я выложила этот видос, он набрал, типа, миллион просмотров Два миллиона Три Пять Десять В этот момент я просто сидела в бесконечном шоке Постоянно обновляла комментарии Комментариев там было очень много Именно поэтому я начала делать видеоответы на эти комментарии У меня есть шикарный видеоответ К сожалению, его заблокировал ТикТок за нарушение правил сообщества Видимо, ТикТок просто не понимает юмора Да, он сказал, что это опасные действия Сейчас я вам покажу этот ТикТок, потому что он сохранился у меня в Инстаграм-сторис Я считаю, что это гениально Это просто шедевр Я даже подавала апелляцию, когда этот видос заблокировали Но, видимо, все-таки ТикТок испугался, что кто-то засунет кроссовки в микроволновку И взорвет нахрен квартиру Иначе я это объяснить не могу После этого я сняла вторую часть видео Которая набрала аж 8 миллионов просмотров Ты че, тупая, не могла сразу купить те кроссовки? Зачем делать самой? Тебе заняться нечем, да? Уродские кроссы, как вообще можно в таком ходить? Даже дети понимают, что нужно акрилом красить Ты че, не знаешь, что такое лак? Каких я комментариев только не начиталась под тем видео Ну что ж, отвечаю на все по порядку Нет, купить такие было не проще, как минимум, потому что доставка стоила чуть ли не столько же, сколько сами кроссовки Да и к тому же мне давно хотелось закастомить какой-нибудь предмет одежды самостоятельно С комментариев про акрил я вообще проорала, потому что краска из баллончика акриловая И в этом-то, собственно, и была проблема Подошва при ходьбе деформируется, а акрил при высыхании образует пленку Собственно, поэтому он и трескается Ну и, конечно, лак бы не спас кроссовки, как минимум, потому что он сам бы потрескался Но отдельные комментарии тоже были Я целую неделю оттирала растворителем подошву и уже заказала новую краску Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить результат Я реально не рассчитывала, что этот видос наберет по 8 миллионов просмотров Я просто его опубликовала как такой промежуточный Между третьей частью, где я реально буду перекрашивать кроссовки И по моему опыту таймлапсы в ТикТоке вообще не заходят Но, видимо, из-за того, что было очень много комментариев И люди жаждали услышать ответы на все эти вопросы Видео столько набрало Но я до сих пор нахожусь в шоке с этой серией видео Честно вам скажу Это вершина моей тиктоковской карьеры Дальше я сняла следующий видеоответ на комментарий, который набрал почти миллион просмотров Красим кроссовки по советам из комментариев Как вы видите, я уже подготовила ботинки Сняла старую краску и заклеила вверх скотчем К сожалению, медовую акварель я отдала младшей сестре Но у меня есть вот такая многострадальная невская палитра Я покрасила кроссовки акварелью Посмотрите, какой ровный, классный получился цвет Я безумно довольна результатом Короче, до первого дождя Если бы мне кто-то сказал на тот момент, что я буду красить кроссовки акварелью И это соберет почти миллион просмотров Я бы не поверила На самом деле я оттирала эту краску, блин, чуть ли не неделю Серьезно Это была такая скучная и рутинная работа Я просто ненавижу скучную и рутинную работу Я присмотрела все видео на ютубе, пока я оттирала эту краску И она до конца так и не оттерлась И после того, как я, ну, как-то почистила эту подошву Кроссовки стояли в углу моей квартиры где-то месяц Вот у меня третья часть Она вышла ровно через месяц после первой Потому что я боялась снимать продолжение Я понимала, что я уже не повторю настолько успешное видео И я просто боялась снимать дальше Потому что я понимала, что это закончится И типа я вообще не знаю, что дальше снимать Все будут знать меня только по кроссовкам Но третья часть в итоге вышла И выглядела она вот так Историю, как я испортила кроссовки, знает, пожалуй, уже весь ТикТок Ну и, собственно, что было дальше, вы тоже знаете Кроссовки потрескались И я сняла с них всю лишнюю краску растворителем Наконец настало время перекрасить их заново И нет, на этот раз не акварелью, а жидкой резиной Многие спрашивали, где купить жидкую резину Я ее покупала на маркетплейсе Если не на маркетплейсе, то вроде как ее можно купить в каком-то автомобильном магазине Примечать кроссовок скотчем, чтобы на них не попала краска На этот раз я, посоветую из комментариев, зашкурила и обезжирила поверхность После чего снова пошла красить на балкон Но на этот раз было тепло, температура была выше плюс 10 Краску теперь наношу тонкими слоями, не пытаясь перекрыть весь цвет сразу А также даю просохнуть каждому слою примерно по 5-7 минут Повторяю данную операцию до тех пор, пока цвет не станет плотным и ярким Ну в общем-то и все, осталось подождать не менее 5 часов, чтобы краска высохла И мы узнаем, испортила я снова кроссовки или нет Это видео тоже набрало 8 миллионов просмотров Вначале я сделала такую отсылочку на первый видос для тех, кто уже видел его Но самое интересное, что писали комментарии те, кто не видел этот видос То есть я зацепила еще новую аудиторию И новая аудитория, ну как вы думаете, что они писали Естественно, весь тикток не видел твои кроссовки Да кто ты вообще такая? Я первый раз в жизни тебя вижу Да кому интересны твои кроссовки? В общем, нормальный такой байт на комменты получился И последняя часть набрала 3 миллиона просмотров Я исправила кроссовки А это значит, что пора проводить краш-тест Я их покрывала жидкой резиной И материал получился очень мягким, приятным на ощупь и бархатистым На первый взлет все выглядит отлично Но в первый раз все тоже было неплохо до тех пор, пока я не вышла на улицу Именно поэтому я пошла гулять в этих кроссовках Задача проста, выяснить, не слезет ли жидкая резина после первой же прогулки Кстати, это не последний проект с кастомизацией вещей на моем канале Так что подписывайтесь на мой тикток и инстаграм, чтобы точно ничего не пропустить Испытания ходьбой кроссовки успешно прошли Затем я в них немного пробежалась И это испытание они тоже выдержали Осталась последняя, вода В этом мне помогла гигантская лужа Вернувшись домой, я заметила небольшие повреждения на нижней части подошвы Но это в целом логично Главное, что боковая часть осталась идеальной Поэтому, если хотите красить подошву, берите жидкую резину Третья часть, на мой взгляд, получилась самой скучной И я уже сейчас понимаю, что она сильно затянута по сравнению с остальными Но, тем не менее, нужно было как-то логически завершить всю эту историю И, наверное, правильно будет рассказать, что было после всей этой кроссовочной эпопеи Меня реально стали узнавать на улице по кроссовкам Без шуток! Я видела людей, которые вот так вот смотрели на мои кроссовки Потом смотрели на меня И после этого подходили фоткаться И в музеях, и в кафешках тоже было такое, что люди смотрели на мои кроссовки Подходили, говорили Йоу, мы видели твои видео Типа круто получилось На тот момент для меня уже было неудивительно, что ко мне подходят Потому что уже много подписчиков было на блогтопе Но ко мне впервые подходили так, чтобы прям узнавали мою работу Мои кроссовки Было очень прикольно и необычно И, наверное, стоит показать, что с этими кроссовками сейчас Вот это моя история успеха Смотрите, подошва облезла Но она еще в самом начале облезла Летний сезон уже закончился На улице снег Но я до сих пор их не помыла Поэтому извините Значит, все, что вы видите сейчас здесь Это грязь Это не царапины Царапины есть вот только вот здесь Потому что я как-то очень неаккуратно хожу Вот, остальное это все грязь На самом деле, если их помыть Они выглядят достаточно неплохо Я ходила в них не так много Потому что все-таки каждый день в них не походишь На такой-то подошве Вот Но иногда под некоторые свои луки Я их надевала Подведем итог Как сделать видео Не про кроссовки Просто видео Которое наберет много просмотров в ТикТоке Во-первых, я уверена в том, что начало Это супер важно Делайте яркое, цепляющее начало Второе Берите интересную тему Даже если у вас будет интересное начало А дальше будет скучно Люди просто пролистнут Третье Делайте видео динамичным И не затягивайте его Я надела эти кроссовки несколько дней И ужала все до одной минуты Так, чтобы было ярко и интересно на это смотреть Ну и, конечно же, самое важное Вызывайте у людей эмоции Чтобы они писали комментарии Чтобы они реагировали Реагировали, делились и так далее Да, и самое важное Конечно же, рассказывайте истории Люди очень любят Когда вы рассказываете истории Вот я вам сегодня рассказала историю Как мой ТикТок залетел на 15 миллионов просмотров Надеюсь, для вас эта история была не только интересной Но еще и полезной Все фишки ТикТока в это видео не поместились Поэтому я сняла еще один ролик Который в ближайшее время выйдет на канале Так что не забывайте подписываться Ставить лайки и колокольчики Чтобы не пропустить новое видео Всем пока, до встречи!